Эфир седьмого канала продолжает выпуск новостей в студии Грибуренко. Здравствуйте! Стрельба в Вознесенском переулке. Там сегодня между тремя знакомыми возникла ссора. В результате пострадала машина одного из мужчин. Потерпевший отказался подавать заявление в полицию. С помощью этого пистолета были действованы хулиганские действия, а именно пытание разбить векло одного из автомобилей. 27 февраля в школах и детских садах Одессы отменили занятия. Причиной послужило значительное понижение температуры до минус 13 градусов по Цельсию и ожидание сильного снегопада. Об этом сообщили на заседании городской комиссии по техногенно-экологической безопасности. В детских садах оставить только одну дежурную группу, для того, чтобы родители, у которых обстоятельства не позволяют оставить детей дома, могли, как говорится, обеспечить прием детей. Всем остальным рекомендовано, конечно же, и родителям, и самим школьникам оставаться дома. Также в полиции отметили, что возможны ограничения для транспорта на дорогах области. И возвращаемся к резонансным событиям. Он ехал со включенными спецсигналами на служебном автомобиле с автоматом в салоне. При этом безбожно нарушал правила дорожного движения. В минувшую субботу патрульные полицейские задержали сотрудника частной охранной фирмы, рассекавшего по городу в пьяном виде. Подробнее об инциденте на улице Инглези в сюжете моего коллеги Сергея Бандура. Улица Инглези, бывшая 25-й Чапаевской дивизии. Напротив дома 2,1 несколько патрульных «Приусов» и забрендированный «Жигуль» одной из частных охранных фирм. Его водителя остановились за грубое нарушение ПДД. Правда, как вы уже наверняка поняли, пересечение двойной сплошной – не единственный грех на водительской совести Ростислава Юрьевича. Ехал он без прав и документов на машину. Но и это не самое критичное. Парень в стельку пьян. А у него при себе предметы очень похожие на боевой пистолет и автомат. Правда, потом выяснилось, это пусть и очень точные, но всего лишь пневматические копии боевого оружия. Сам водитель на камеру нас уверяет – сегодня не пил ни капли спиртного. Как вы оказались в нетрезвом виде за рулем автомобиля? Я в нормальном виде. Сейчас вы в трезвом виде? Да. А за что на вас составили постановление сейчас? За ДТП. За правонарушение. Правда, вот экспресс-тест на алкоголь говорит обратное. В присутствии двоих понятых он прошел данное медицинское свидетельствование. Прибор драйгера показал 2,18 промилле. То есть водитель не просто выпил, а хорошенько набрался. А потом сел за руль и поехал кого-то охранять. Пока на нарушителя составляли админматериалы за вождение. В нетрезвом виде и использовании запрещенных звуковых спецсигналов. На выручку бойцу подтянулись коллеги. Попытались хамить и копам, и журналистам. Седьмой телеканал Дорожная охрана. Будьте добры. Руки убрал. Я отказываю. Руки убрал. Вы меня. Руки убрал. В итоге полицейские выписывают еще одно постановление на еще одного пьяного охранника. Ну и вы просто себя ведете нетрезвым виде, непристойно. 178-й на человека оформите. Постановку. 178-й. Постановление. Идите к инспектору, он вам все объяснит. Идите. Идите. На вас сейчас оформлены материалы административного правонарушения и все. Кстати, за последнее время это уже не первый скандальный инцидент с участием бойцов этой охранной фирмы. Всего две недели назад эти же ЧОПовцы в одной из общеобразовательных школ города рассекали с автоматами наперевес. Был там, судя по видео, и наш знакомый Ростислав Юрьевич. Такой вот хмельной дозор по-одесски. Сергей Бандур, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Авиационная отрасль Украины демонстрирует рост на протяжении последних двух лет. По крайней мере, так говорят чиновники. Украинцы все чаще летают, а сами аэропорты бьют рекорды по пассажиропотоку. Что изменится на авиарынке в этом году и какие планы у власти на Одесский аэропорт? Об этом далее в сюжете. 2017 год стал успешным для украинской авиаотрасли. Аэропортуют чиновники. Положительную динамику зафиксировали везде. Пассажиропоток вырос почти на треть. На 17% увеличилось количество рейсов, выполняемых украинскими компаниями. И на более чем 11% выросли объемы перевозок, грузов и почты. Высокий темп переросту пассажиропотоков зафиксировано в проведенных аэропортах Киев, Жуляни на 64%, Львов 46%, Харьков 34%, Запорожье 26%, Одесса почти 19%. Только аэропорт Днепра в прошлом году показал сокращение пассажиропотока. В то же время общее количество авиапассажиров внутри страны составило свыше 930 тысяч человек. Сейчас Министерство инфраструктуры разрабатывает план по дерегуляции работы региональных аэропортов. Если Кабмин одобрит это решение, каждый региональный аэропорт сможет самостоятельно вести свою финансовую и бизнес-политику. Иными словами, не государство будет определять, какие тарифы и условия устанавливать, а каждый аэропорт индивидуально. Также в Министерстве инфраструктуры заявили, что взлетно-посадочную полосу Одесского аэропорта все-таки доделают. Сейчас начинается реконструкция полностью, то есть они завершивают заведение цементного завода, которые необходимы по технологии, сервера присутствует. Я бы очень хотел, чтобы мы завершили этот год, но реалистично это будет следующий год. Мы должны это сделать, но, опять же, зависит от финансирования. Пока что мы имеем только полмиллиарда, а необходимо минимум в три раза больше. Украина в 2017 году успешно прошла аудит Международной организации гражданской авиации. В Министерстве инфраструктуры совместно с народными депутатами хотят инициировать вопрос отмены НДС для внутренних авиационных рейсов. Если это удастся сделать, цены на авиабилеты внутри страны снизятся. К тому же данное решение послужит толчком к развитию региональной авиации. Александр Полуев, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, Седьмой канал. Пластокс в библиотеке имени Грушевского. Африка. Масса приключений и впечатлений. Главный герой вечера Виталий Дерих рассказал, как провел в этом регионе полтора месяца. Чем обернулась для него эта командировка, знают наши корреспонденты. Невероятные приключения в Африке. Жареные бананы и банка тушенки за свободу. На Пластал делится впечатлениями о необычном путешествии Виталий Дерих. Украинской скаутской организации Пласт уже более ста лет. В ее ряды могут вступить все желающие без возрастного ограничения. Виталий Дерих один из тех, кто с самого детства принимал активное участие в жизни пластунов. По его словам, выпутываться из сложных ситуаций в путешествиях ему не впервой. Ведь часто на кону жизнь. Очередная вереница приключений началась с билета в один конец на Мадагаскар. Идея была в том, что мы раскопали, что монах за походжением поляк, но который жив в Украине, в Тернополе, в Хмельницку, сто лет назад поехал на остров Мадагаскар и создал там лепрозорий. Моя мечта была найти лепрозорий – это лекарня, в которой ликуются против прокажения. Он на 95% уменьшил смертность от этой хороби на острове. Я его таки нашел. Выявилось, что он работает до теперь. До теперь лекаря прокажения. Ни украденный ноутбук, ни опасность попасть к торговцам людьми не отбили желания у пластуна к дальнейшим путешествиям. Организаторы вечера, в свою очередь, отметили – страсть к приключениям – отличительная черта скаутов. Говорят, что пласт – это большая тусовка позитивных людей, которые любят свою страну. На сегодняшний день в Украине около 7,5 тысяч пластунов. Анна Полякова, Виталий Кононов, Седьмой канал. Лучшие фотографы города объединились для создания фотокниги об Одессе и Одесской области. В областной администрации прошло торжественное награждение участников проекта. Любовью к Одесской области прониклась и наша Мишель Арманд. Попасть в область для жителя городского – настоящее приключение. Именно в такое путешествие отправились лучшие одесские фотохудожники, чтобы запечатлеть красоты и особенности нашего региона в энциклопедии Одесской области. Поэтому мне было действительно очень интересно попасть в область. Там разные люди, там разные пейзажи и виды области. То есть, ну, когда последний раз мы ездили так, на поездом проезжаешь и видишь деревья, поля. Съемка проходила весьма оперативно и в сжатые сроки. Поддержку с воздуха, наглядно показывая все раздоли Одесского региона, оказывал квадрокоптер. На протяжении практически трех суток, потому что мы ездили целыми днями и ночами, также пришлось просмотреть весь свой архив и найти еще интересный кадр, чтобы дополнить то, чего нам не хватало. Потому что не всегда погода позволяла. Но было очень интересно. Я не думал, что у нас область настолько прекрасна. Я побывал в новых местах. 133 национальности, которые проживают у нас в мире и согласии на территории Одесской области, отображены в этом фотоальбоме и показывают нашу огромную национальную палитру. Экземпляры фотокниги передали во все библиотеки города и области. Также издание можно будет увидеть в районных советах. А те фотографии, которые не вошли в сборник, украсят стены областного совета. Выгнали из редакции, а личные вещи не отдают. 19 дней журналисты антикоррупционного издания «Одесса». Юристы и сотрудники транспортной организации не могут получить доступ к документам и материалам громких расследований. Они уверяют, в здании произошел рейдерский захват, и его последствия скажутся на международной репутации Украины. Подробнее в сюжете Надежды Бондаренко. 8 февраля в редакции журнала «Антикоррупционный вестник» «Ваша Надежда» на Бунина-28 разгорелся скандал из-за собственности. По словам журналистов, в обеденное время сюда зашли неизвестные, потребовали освободить помещение. Наша съемочная группа на месте событий зафиксировала давку и мужчин крепкого телосложения у входа в офис. От комментариев они отказались, сказали только частная собственность. Частная собственность, вы не имеете право. Ну, для интервью, пожалуйста. Можете пояснить ситуацию? Представьте, пожалуйста. Они не поведомляют свои данные. Зашло только двое доверие, совпадение, которые показывают свое свидетельство про право властности. Больше других людей не имеют права тут находиться. Одна из собственников помещения заявила, молодые люди – рейдеры, их действия вне закона. Квартира под арестом, а право собственности сейчас устанавливается в суде. В 2006 году мы это помещение купили. За нашей спиной были сделаны торги незаконные. И это помещение было продано за копейки некой Саенко. Мы узнали в последний момент. После этого нами было подано неоднократно многочисленное количество исков. По словам журналистов, споры за собственность не дают право любой из сторон препятствовать журналистской деятельности. И должна страдать и организация, которую сейчас привели к банкротству. Плохо, что у нас нет доступа к тем материалам, которые там есть. Но у нас фактически всеукраинская структура, и мы основные документы держим все-таки в Киеве. А вот ЮНИСИА, они полностью парализованы. Даже сорван контракт с Китайской Народной Республикой. Большие последствия пошли, в том числе для имиджа международного. Со всеми этими событиями мы должны на сегодняшний день уже закрываться. Так как я не могу потянуть такие штрафные станции, которые уже на нас идут. Декларацию у нас, если вовремя мы не сдаем, то она идет сразу в три раза. На сегодняшний день мы просрочили около восьми деклараций разных портов Украины. Получить выемки мы их не можем. И вы просто хотите, чтобы люди ушли и не работали. В нашей стране не столько много рабочих мест. Когда журналисты получат доступ к материалам своих расследований, арендаторы к документам и останутся ли они в сохранности, неясно. Надежда Бондаренко, Евгений Руденко, Седьмой канал. В субботу в Киеве состоялся финал национального отбора на Евровидение 2018. Победу среди шести конкурсантов одержал Одессит Миловин. Сколько времени он готовился к выступлению и что принесло ему удачу. Далее в сюжете. Третье место национального отбора на Евровидении 2018 заняла группа Кедна, играющая музыку в стиле электропоп. Зажигательный номер для коллектива поставила хореограф Елена Калиденко, мама одного из вокалистов. Второе место отошло певице Таяна с песни «Леля». К слову, она получила от жюри самую высокую оценку – шесть. Номер для певицы поставил украинский клипмейкер Алан Бадоев. Победителем национального отбора стала Одессит Миловин с песней «Wonder the Lady». Певец получил от жюри пять баллов, а от зрителей максимальную оценку – шесть. Идея номера принадлежит самому певцу. В интервью «Седьмому каналу» певец признался, что песня достаточно тяжелая в вокальном плане. Ему было необычайно трудно исполнять ее в конце выступления, когда горела лестница. Также Миловин рассказал, что в Лиссабоне его номер возможно изменится, так как у певца есть много новых идей. Самый сложный день – это вот за день до эфира. Это такой момент, когда хочется лучше освоить сцену, новую декорацию, новую постановку. Вот это тяжело. Раз пять-шесть точно было отчекано и прочее. Но знаете, когда меняется настроение на сцене, когда ты начинаешь чувствовать уже энергетику зала, меняется походка, меняется поведение на сцене, меняется по максимуму все. Миловин также поделился, что последнюю ночь перед эфиром вся творческая группа спала всего пару часов. Последняя репетиция закончилась в два часа ночи. К слову, своим талисманом субботнего вечера исполнитель считает перстень. Кстати, он с Одессы, этот перстень, правда, взял на ярмарке. Я обожаю места, где можно найти какие-то интересные вещи. Это было прямо на деревне Басовской. Евровидение 2018 будет проходить в португальской столице Лиссабоне с 8 по 12 мая. В конкурсе примут участие исполнители из 43 стран мира. Елена Крылатова, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, 7 канал. Пока это все новости на данный час. Больше информации смотрите уже в следующем выпуске в 18.00. Оставайтесь с нами, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова